Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее Евангелие, братья и сестры, повествовало нам о том, как наш Спаситель вошел в одну из синагог. Это, можно сказать, еврейский храм, но не совсем, но можно сказать, что это приход, еврейский приход. Потому что храм Иерусалимский был только один, а вот синагоги – это место, где читали Слово Божие, молились, общались, толковали Писание. Поэтому синагога скорее была школой. И вот однажды Спаситель в субботу пришел в синагогу, и там Он встретил женщину, которая была горбата. Настолько, что Солнца Божьего не видела. Она постоянно смотрела в землю, не могла разогнуться. И вот Спаситель подошел к ней. Он не спрашивает в этот раз о ее вере. Он не спрашивает, хочет ли она быть исцелена. Он видит эту страдалицу, которая переполнена была болью и страданием, да и человеческим отвержением. Наверное, каждый в жизни ловил себя на мысли, что для нас люди, которые имеют какие-то уродства, конечно, вызывают сочувствие и сострадание, но бывало так в жизни, когда они нам были неприятны. Потому что в уродстве есть некое искажение человеческого образа. Конечно, мы испытываем к ним сострадание, сочувствие, но как вообще все в нашей жизни, оно с двоящимися мыслями. С одной стороны, есть и положительные мысли, есть и отрицательные мысли. Вопрос, какие сильнее, вот это самое главное. Потому что всегда между ними происходит схватка, всегда происходит сражение. И вот важно, какие мысли побеждают. Потому что кто-то может отчаяться от того, что ему пришли плохие мысли. Потому что плохие мысли, они всегда человека склоняют к плохому. Но бояться не нужно плохих мыслей. С ними нужно просто решительно бороться, решительно восставать против плохих мыслей. А если вы будете бояться плохих мыслей и опускать руки, впадать в уныние, в отчаяние, то, конечно, эти мысли возобладают над вами. И в результате вы будете по жизни таким нерешительным, подавленным, унылым, отчаянным человеком. Отчаявшимся, вернее. Потому что слово «отчаянный» немножко о другом. И вот Господь подходит к ней. Он возлагает свои руки на нее. Вы знаете, это очень важный жест по отношению к этой женщине. Потому что к этой женщине прикасаться никто не хочет. И она уже забыла об этой благословенной тактильности. Возможно, скорее всего, к ней обращались. Эй, ты подойди или отойди. Но Спаситель подходит. Он возлагает свои руки. Он как бы пытается согреть своими руками ее мысли, дать ей надежду. И буквально входит в нее через его божественные, богочеловеческие руки, сила Божия. И она на глазах у всех начинает распрямляться. И как только она распрямилась, возможно, в это время был слышен хруст костей. Потому что мы себе такого представить не можем. В жизни такого не бывает. Это атрофировавшиеся мышцы. Это сросшиеся кости. Все это для человека является тяжелейшим страданием. Каждый из нас знает, что такое боль в позвоночнике. А здесь человек ходит и смотрит только вниз. Как будто ищет какую-то бесконечную иголку на этой земле. И вот когда мы видим эту женщину, распрямившуюся, мы видим, как она себя начинает вести. Она начинает славить Бога. Что такое словословие Бога? Это проявление прежде всего здоровой души, братья и сестры. Только здоровая душа может славословить Бога. Больная душа, она может только славословить себя. Потому что она поражена прежде всего болезнью тщеславия. Она ждет, чтобы только ей произнесли очередной какой-то дифирам. А вот Бога прославить очень тяжело для больной души. А вот над всем этим наблюдал также начальник синагоги. И евангелист говорит, это было очевидно, у него было написано на лице. Поэтому евангелист замечает это и говорит, что начальник синагоги, негодуя, представляете, негодование человека, от того, что он увидел это чудо, это буквально раскрылся цветок на глазах у всех присутствующих. Из этого гротеска, из этого ужаса, из этого как бы засохшего, скрюченного дерева разрастается что-то прекрасное. А он негодует. Представляете, сколько внутри человека бывает злобы, когда он видит добро, и он начинает негодовать. Он абсолютно не способен сорадоваться. Вы знаете, многие люди способны на сочувствие, даже на сострадание. А вот сорадование многие не способны. Потому что сочувствие и сострадание, это скорее взгляд сверху вниз. Поэтому для тщеславного, гордого человека это возможно. А вот порадоваться вместе. В какой-то момент как бы посмотреть снизу вверх на человека, увидеть, что человек как бы превзошел своей радостью или какими-то успехами, какими-то достоинствами, талантами тебя, вот это сложнее. И возможно, он даже устраивал какие-то благотворительные сборы, как начальник синагоги для этой женщины, чтобы ей помогали. Но вот посорадоваться он не смог. Это было выше его сил. Мы тоже должны себя иногда поймать на этом, потому что у нас тоже такое бывает. И вот когда он негодуя, он говорит. Но обратите внимание, как он говорит. Он не говорит, обращаясь непосредственно ко Христу, потому что в первую очередь он предмет его негодования. Потому что Христос исцелил эту женщину. Он говорит во множественном числе. Знаете, как часто мы приходим на исповедь, и мы не можем сказать, у нас бывает ломка. Мы не можем сказать, Господи, прости меня. Мы начинаем говорить, ну, согрешаем, как все. Ну да, бывает, грешим. И начинает человек во множественном числе. Он пытается как бы скрыть свой грех за толпой, обезличенной часто толпой. Грешим, как все. Но если, например, сказать о человеке, если он что-то сделал хорошее, и тоже так обезличить и сказать во множественном числе, ну, мы все делаем добро, человек непременно скажет, ну, вы знаете, это, в общем-то, я сделал. А вот здесь страх, боязнь, он трус. И поэтому он говорит, в шесть дней можно приходить в синагогу и исцеляться, как будто, знаете, висит такая табличка над кабинетом врача. Прием с понедельника по пятницу. Приходите и исцеляйтесь. Несмотря на то, что открылось небо, человек преобразился буквально, он воскрес из мертвых. Он говорит, нет, приходите в любой другой день, кроме субботы. Нужно почитать субботу. И тогда Господь ему говорит то, что он заслуживает. И нужно понимать, что именно так Господь может говорить. Он не только гладит по головке человека. Он говорит, лицемер, лицемер. Вот как может резануть нас это слово? Но Господь именно это слово использует. Он говорит, лицемер. У тебя есть домашняя скотина. И неужели в субботу ты не отвязываешь этой скотины для того, чтобы ее напоить, накормить? А эту дочь Авраама, он говорит. Потому что иудеи прежде всего хвалились и говорили, мы дети Авраама. А Господь говорит, из камней этих может Господь воздвигнуть детей Авраама. Господь, это дочь Авраама. Он ее называет нежно, ласково. Дочь Авраама. Она была 18 лет связана духом немощи. И вот сейчас она получает в этот благословенный субботний день исцеления. А ты не радуешься вместе с ней. И вместе со всеми, кто сорадуется ей. И нам, конечно, нужно тоже на фоне этого Евангелия себя протестировать. Нужно посмотреть. Вот мы думаем, ну ладно, она была связана духом немощи, была горбата. А ведь, как сказано, четко сказано в Писании, она была связана духом немощи. Пневмос астениас на греческом языке. Астения мы часто говорим. У меня астения. Немощь. Это немощь в переводе. Вот мы тоже бываем связаны каким-то духом, какой-то немощи. Мы немощные. Мы слабые. Мы не можем совершать каких-то поступков, которые нам нужно иногда совершить, а у нас не хватает силы. И мы говорим, поймите меня, я не могу, я очень слаб, я немощный. А готовы ли мы понять другого человека в его немощи, в его слабости? Более того, Господь далее продолжает определять как бы состояние этой женщины. Он говорит, она была связана. Представляете? У нас тоже бывает связанность. Мы бываем настолько связаны. И бывает настолько сильно связаны, что только Господь может развязать этот узел, которым связана наша душа и наше тело. А иногда, вернее сказать, даже ему не нужно развязывать. Он просто, как Гордиев узел, разрубит своим единственным словом и прикосновением. И еще называется в тексте церковнославянском, она была скорченной. Скорченной. То есть, ну, скорченность. Или еще другое слово сляка, горбата. Так вот, наши души, если даже не телеса, то бывает наши души очень серьезно скорчены. И вот мы видим скорченность души человеческой в лице этого лицемерного начальника синагоги. и скорченность тела. Что нас больше всего в этот момент поражает? И, ну, можно сказать, мы чувствуем на контрасте. Вот, вот видите, скорченность человеческой души и скорченность человеческого тела. Что более омерзительно? Вот здесь мы понимаем, все-таки, тело скорченное, это, да, это трагедия, это боль. Но скорченность человеческой души, она просто омерзительна и противна. Потому что человек в скорченности своей души, он не способен порадоваться вместе с тобой. Он не способен быть рядом с тобой. Этот человек, он понимает, что сейчас он как бы никто. Потому что он всегда как бы первый начальник, начало, а тут он никто. И это человека начинает корчить, как в судорогах. И вот, как сказал Иоанн Креститель, он как будто дает рецепт в данном случае, когда ученики Иоанновы подошли ко Христу и говорят, почему ты ничего не делаешь? Ты учитель, всегда за тобой мы шли другие ученики. А сейчас видишь, Христос, Он идет, и все, даже твои ученики пошли к Нему. Ты ничего не делаешь. Ты не пытаешься их остановить и сказать, как же вы забыли меня? И тогда Иоанн Креститель говорит всем скорченным душам очень важные слова. Ему нужно расти, а мне умоляться. И вот если мы умолимся до того евангельского понимания, о котором сказано, что последние будут первыми, а первые будут последними, то тогда произойдет исцеление нашей скорченности душевной. Когда кто-то скажет, о, она сейчас не так умна, или может быть не так красивая, или он уже не такой сильный, он может быть не такой уже рассудительный, пойду-ка, я, наверное, с этим человеком поговорю, или я буду с ним общаться. Возможно, мы действительно в чем-то себя исчерпали, может быть, уже наш колодец опустел, может, действительно кто-то занял нашу позицию, когда мы спали, потому что так часто бывает на поле брания, когда в бой идет более сильный, и он как бы берет вот этот тяжелый удар на себя, может быть, и где-то и мы перестали быть настоящим тигром, может быть, действительно, мы стали уже бумажным тигром, и нас никто не боится, может быть, никто не почитает, не уважает, как нас может корчить в этот момент. А нужно сказать, Господи, видимо, мне нужно сейчас умоляться, для того, чтобы потом, если тебе угодно будет, ты возвысишь, потому что последние будут первыми, а первые будут последними. И он скажет тому, кто первый, ты не свое место занимаешь, иди, пожалуйста, туда, и ты будешь идти через толпу, которая на тебя будет озираться, которая будет смеяться, ухмыляться, и что-то там шептаться, и все будут говорить, надо же, он был там, а сейчас ему сказали пройти сквозь строй. Смиренному никогда не приходится так страдать. Почему? Потому что он сам себе смирил настолько, что ему не приходится терпеть никакого позора, но что он сам себя подставил под позор, и он победил всякое искушение позором. И поэтому когда, братья и сестры, мы говорим о чем-то важном, добром, хорошем внутри нас, то оно не просто должно быть внутри нас, оно постоянно должно переходить от силы в силу, оно должно становиться сильнее. Я вспоминаю замечательные слова одного батюшки, который однажды, когда к нему подошли молодые люди, и о чем-то с ним беседовали, он говорит, да, конечно, я вижу, вы очень любите друг друга. Да, конечно, мы очень любим друг друга. И тогда батюшка говорит, но для того, чтобы вы были счастливы, для этого еще много нужно потрудиться. То есть другими словами, как сказал отец Гавриилу Ургибадзе, он говорит так, любовь без добрых дел умирает. Если мы действительно хотим, чтобы она была сильной, чтобы она не была неким духом астениас, духом немощи, потому что бывает настолько немощна наша любовь, что в самые нужные, в самые важные моменты мы не способны этой любовью преодолевать какие-то кризисы, трудности, потому что без добрых дел любовь умирает, а значит еще много нужно потрудиться, чтобы это стало сильным качеством, не просто где-то там лежало на полочке внутри нашей души, а чтобы это было нашей силой, с которой мы объединились и идем по жизни вперед. Аминь.